всем добрый день вы на канале вязание тангелина и зимок сегодня у нас такая вот интересная работа как бы лето с одной стороны но с другой стороны если взять вязание из тонкой шерсти вот такую жилеточку связать на осень под водолазку под рубашку под футболочку я думаю это будет очень актуально тепло красиво узор интересные с пышными столбиками такими вот полосочками очень интересный узорчик предлагаю посмотреть и надеюсь что и связать у всех получится я набрала необходимое количество петель и провязала первый ряд теперь наша задача распределить узор для этого обязательно выделить выделяем центр впереди центр на спинке обязательно центр бока на то есть все петли делим на четыре части для того чтобы не ошибиться раппорт узора 12 петель самое главное вот мы выделяем по центру ровно вот центр ровно центр я поставила зеленый маркер там где зеленые маркеры будет стоять у нас такая филейная клеточка и от этого мы начинаем отчет 11 столбиков филейный пропускаю то есть клеточка опять 11 столбиков клеточка вот у меня допустим по узору получается два с половиной рапорта вот здесь вот у меня будет пустая клетка я считаю 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 сколько у меня то есть отсчет начинаем отсюда чтобы узор получился первый ряд самый самый важный и начинается отсчет вот можно даже поставить маркер то есть здесь у нас будет пропуск 11 столбиков пропуска 11 столбиков пропуск и уже потом мы начинаем вязание это самое важное самом деле узор несложный там идет просто сдвижка в каждом ряду филейный квадратик сдвигается в сторону и самое главное еще нам нужен бачок соблюсти он будет все время с одной стороны одинаковые с другой но раппорт узора начинается с центра покажу сейчас про сделаю первый ряд провяжу и покажу как должно получаться что мне получается там где мне маркер что я хотела сказать филейная клеточка то есть воздушная петля и клеточка именно от этого я начинаю считать узор 11 столбиков филейная клеточка 11 столбиков филейная клеточка здесь у меня получилось 10 столбиков с самого начала то есть вот это вы просчитываете только потом вяжем первый ряд самый самый важный обязательно просчитать теперь вяжем до все те же дырочки вяжем до вот этого маркера на боку мы пока вяжем просто столбики просто столбики и сбоку мы опять начинаем отсчет у нас там получилось у меня не 11 а 10 то есть просто ровно столбики отчет самое главное сначала просчитываем от маркера и только потом вяжем самый главный узор начинается от центра спинки и от центра переда что у меня получилось вот привязала 1 ряд я узор чека там где у нас маркер у меня стоит филейная окошечко вот узорчик вот узорчик всего получилось у меня два узора целых до маркера и вот здесь вот 11 столбиков 11 столбиков а там где у нас бачок вот у меня нет филейного здесь пока ничего я у меня получилось просто 10 столбиков и 10 столбиков это вот такой бачок мы сейчас будем все время двигаться и тогда уже будут дырочки вязание второго ряда смотрите узор состоит из передвижки из передвижки в одну сторону и в другую филейных квадратиков от центра будем двигаться в одну сторону и в другую что это значит и плюс еще мы будем через ряд вот в этом ряду мы будем вместо 11 столбиков вязать 5 пышный столбик и 5 потом ряд мы вяжем просто столбики потом по схеме 1 я просто столбики а в одном ряду будут пышные столбики для красоты вот и в то же время у нас будет идти сдвижка от центра то есть вот тот рядочек который самое начало мы с вами начинаю вязать и смотрим по узору в этой половинке мы должны сдвинуть филейный квадратик вправо а от центра будем стягать влево вот я не довязываю два столбика делаю воздушную петельку и вот такая сдвижка у меня идет то здесь я и провязываю филейный единственное что пышный столбик надо пока в этом ряду я предлагаю не вязать прям на боку будет раз два три четыре пять столбиков провязали и пышный столбик вяжем на шестом на шестом столбике мы с вами делаем пышный столбик либо мы делаем вот таким образом один два три четыре пять шесть либо шесть столбиков с общей вершинкой либо вот такой пышный столбик как вам больше нравится и опять 5 столбиков 123455 столбиков провязали здесь помните у нас идет сдвижка воздушная петля два столбика не довязываем а делаем филейное окошко то есть двигаемся по направлению вправо до вяжем до центра и будем двигаться влево после того как провязали несколько сантиметров если это детский вариант сантиметров 30 если взрослых сантиметров 40 то есть довязали ровным полотном узором которым мы с вами уже разобрали у нас есть схема получается очень красиво на самом деле очень красиво надо разделить теперь вязание на спинку и перед я поставила маркер ровно по бокам да по узору считаем я допустим оставила 7 столбиков с одной стороны 7 с другой впереди вот там где у нас мыть и по узору филейная такая вот клеточка вот здесь я поставил маркер это мы будем вязать с вами у образный вырез красивые на спинке вяжем просто ровно нашим узорчиком от маркера до маркера продолжая тот узор который у нас есть красивые очень с пышными столбиками очень красиво смотрится узорчик мы его продолжаем на спинке мы будем вязать на 4 ряда больше чем на груди поэтому вяжем спинку уже точно замеряем размер который нам нужен на пройму обычно пройма 20-22 сантиметра ровным полотном уже потом начинаю вязать вырез и по отдельности горловина я связала спинку ровненько начиная там где мы с вами маркеры просто или ровно вязала и в самом конце 2 рядачка вот для горловины я провязала еще отдельно измерила поделила на 3 равные части и связала вот на 2 рядачка с одной стороны и на 2 рядачка с другой стороны спинку больше теперь наша задача провязать половинку переда или вылез вырез горловины я ее сделала очень хорошо сидит получилось маечка прям шикарная вот у меня ниточка с которой я начинаю вязать ровно половинку теперь предлагаю связать вместе с вами другую половинку берем ниточки точно также привязываем их ровно по центру мы отмечали вязание ровно по центру вот у нас получилось один наш филинный квадратик к нему я привязала ниточку из него я начинаю вязать и точно также вторую половинку начинаем с это уже с этого же места мы потом все ниточки спрячем привязались 2 воздушные петли провязали поворачиваем вязание v-образный вырез смотрите первый столбик мы пропускаем во второй мы вяжем узор вяжем и вот как у нас есть для этого обязательно считаем петли как вязать узор мы все знаем у нас тут идут и пышные столбики и филейный квадрат квадратики дело сейчас не об этом я показываю просто как вязать вырез горловины в каждом ряду здесь мы вяжем я буду пропускать один столбик и покажу как я буду вязать следующий ряд все время идет повтор это не так сложно как вы думали вот один столбик мы потом пропускаем следующем ряду один столбик пропускаем прописку пропускаем но вяжем все по узору смотрите узор получается очень красивый вот точно так ждут эти полоски пышные столбики всю красоту мы мы ничего не теряем и так и вяжем по узору доходим смотрите получается я дошла до маркера довязала петли подъема мы делаем только две не 32 тогда будет аккуратнее вяжем обратную сторону соблюдая наш узор пышные столбики и филейные квадратики довязываем до горловины осталось у меня смотрите раз два три столбика не вязан еще не до вязаных один у нас уже мы его не считаем это у нас уже идет вырез горловины три столбика осталось я вижу первый с общей вершину не заканчивал пропускаю 2 и последние вот вот такое идет сокращение 2 воздушные петли подъема не 3 2 воздушные петли подъема разворачиваем вязание пропускаем 1 столбик их следующий только вяжем вот таким образом я вижу полностью все сокращения что вот такая ровно линия была еще разочек всегда делаю одно и то же всегда показываю одно и то же мы не довязываем 3 столбика первый столбик со общей вершины 2 мы не вяжем и последний вот довязали 2 воздушные петли подъема разворачиваем вязание 1 столбик мы не вяжем вяжем со следующего в следующем ряду делаем все то же самое сокращение я делала обязательно поставьте маркер от проймы до само плечо у меня получилось 25 вот сейчас я поставлю в маркер буду сокращать до маркера а потом вяжем ровно столько сколько вам надо писать примеряйте маркерами сколько нужно вот я буду сокращать до 20 петель потом ровно вязать плечо сшить я думаю это не проблема я с изнаночной стороны просто-напросто столбик столбик провязала столбик без накида все ниточку спрятала отрезала вот такой ровный край тоже всегда так делаю просто прошить с одной стороны столбик с другой и все вместе вот такой шовчик получается и потом наша задача будет просто-напросто край обвязать столбиками без накида что у меня получилось вот такая маечка топик если связать из теплых ниточек то будет такая теплая жилетка не только для взрослых но и для детей допустим школу на какую-то рубашечку одевать очень теплый вариант интересные именно вот эти вот вертикальные полоски шишечки придают среди как красиво получается придают даю маечке жилетом такую неповторимую изюминку очень интересно получается шила и просто-напросто один ряд полустолбиков провязала я по пройму при провязала по вырезу расход 200 грамм в среднем на размер где-то 44 у меня был из остаточков я связала сколько было ниточек и вот такая красота мне очень нравится как смотрится на манекене красиво эти полосочки по размеру вы набираете тот размер который вам необходим по вашим бедом на любой большой размер идет полочки будут очень хорошо смотреться раппорт 40 как я проговаривала в самом начале 12 петель то есть вы набираете петля считаете делите их на 12 и у вас получается очень красиво вот у меня вот такой бачок получился тоже достаточно интересный то есть бок у нас получается идут вверх линии а с центра масса так поднимается то есть со всех сторон получилось очень красиво предлагаю посмотрите связать идея очень интересная схема есть китайские мастерицы нас всегда радует эта китайская схема или может быть японская не скажу точно всем приятного просмотра до новых встреч